Майк Кремлин Приветствую Ну что ж, расскажи, чем лучше всего саппатировать, так скажем, наших участников, которые сейчас здесь собрались, которые готовы через несколько минут выйти на сцену? Ну, саппатировать нужно, естественно, своим творчеством. Чем оно ярче, тем ипотажа больше. Ну, конечно, я могу сейчас сказать, давайте снимайте штаны там, творите всякую непотребность. Это, конечно, тоже можно, это будет эффектно. Я, естественно, оценки за это повышу, а если еще будут, конечно же, как бы сказал, мы не закрыты в Черногории, а, естественно, Сергей Евгеньевич Троицкий, отлично, отлично, нужно устраивать чат Кутежа, например. А вот, да, и голых телок побольше, но сейчас здесь, я так смотрю, этого нету, поэтому нужно удивлять своими хорошими песнями. И, как говорится, сказал бы Лев Валерьянович Лещенко, удачи всем, мои дорогие, хорошие, настало время гремять костями. Давайте, выступайте хорошо, всем бодрости духа, например. И, значит, помнишь, Серёня, как ты мое поздравление заснял? Да, да, да. То бишь, я там голосом джигурды разговаривал. Нормальный там, да, оба! Так, эти, сейчас, погоди, мы начнем. Так мы уже начали, просто мы молчим, не говорим. Да, мы молчим, не говорим. Просто как-то был случай, значит, у Димы Четвергова юбилей был, ну, концерт назывался «Сет длиной в 30 лет». И, значит, и Никита там тоже был. Вот, а мы сидим за столом с этой, как его, с Катей Бочаровой, там, пьянствами, там, все дела, как бы, там, этот, Коля Агутина, этот, папа Лёня Агутина, вот. Ну, пьяненький уже там сидел, я уже там свой сет отпел, рок-н-ролл там сидел. А ну, а все знают, что я голоса продержу, мне там, я там говорю, уважаемым притиянием, я хоть там уже какой-то год лежу в гробу, но готов измираться в третий срок. Ну, там все-все ха-ха-ха, хи-хи-хи. И Коля Агутин так он мне говорит, слушай, а Джигурду-то можешь? Я говорю, да фигня. Ну, я что-то там за столом, за рюмкой сижу. А я нормальный русский мужик, там, да-да-да-да. И тут мне фига, так, по плечу, вот так вот. Ну, что? Я такой думаю, сейчас по морде даст мне. Ну, он говорит, а типа, пойдем. Я говорю, ну, ладно, пойдем, что. Два здоровых такие сели, значит, за столик. Ну, и потом Никитушка начал уже обычным голосом, нормальным разговаривать. Не таким, как, ну, кто знает, тот поймет. Вот. Ну, что, теперь, наверное, нам что-то надо по делу сказать, какую-то телегу. Да мы уже, ну, сколько уже по делу, ты говорила. Телегу какую-нибудь там поправить. А кого, подождите, а кого еще вы можете так же вот слегку? Помимо Ельцина, да. Ну, помимо Ельцина можно там, допустим. Ты что снимаешь, репортер? Однозначно. Ты ходил на выборы. Ты выбрал ЛДПР. Я возьму... Подонок. Да, подонок. Однозначно, журналист. Супер, как же, как же такой вот... Такой талант, как зовут? Ну, такой талант зовут на свадьбы, похороны и другие мероприятия. Ну, зовут Майк Кремлин. Скромно, так? Скромно, тем не менее? Скромно, тем не менее. Скоростка, скромный подонок такой вот. Так еще и рыжий, да? И рыжий, да. Да, да, еще гадина такой. Ну, слушай, Майк, расскажите, что вы сегодня будете исполнять? Помимо, конечно, джигурды и ельцер. Ну, что, я сегодня в жюри сидеть буду вроде как там, да. Ну, исполнять, я не знаю, там, может, голый буду бегать, я не знаю, там, вокруг сцены. Ну, если, конечно, попросят. Разберемся там, ну, как бы. Ну, я не знаю, творить какие-то там дела, там, какие-то. Говорить разные, там, телеги, тосты, там. Ну, это после, это уже после того, как пожурить, так скажем, конкурс, да? Ну, пожурим, да. Нет, почему, можно и во время. Как пойдет. Ай-яй-яй, непозволительные вещи вы сейчас говорите на камеру. Ну, как непозволительные? Ну, пиар это такая штука, как бы. Здесь нужно быть в тренде, как бы. Сейчас фриков тоже любят, как бы. Вот, вот, то же самое Никитушка, там, да, Никитушка, привет. Для тебя. Вот. Так что, ну, нужно валять дурака. Ну, что такое музыка? Если подходить к этому серьезно, да, как о какой-то научной работе, да, ну, это же скукота, это невозможно, как бы. Ну, нужно быть в меру клоуном, да, допустим. Потому что иначе, как бы, ну, это будет, ну, угое, унылое говно, как бы. Ну, как это еще назвать? Значит, это будет неинтересно. Нужно шокировать народ, нужно удивлять. Потому что, если все вот так вот ванильно, да, можно превратиться. Вот, дай мне, на секунду, микрофон, можем. Конечно, Кобзон, Кобзон, естественно, крут. Как бы, Иосиф Давыдович, я был на его концерте, как бы, несколько лет назад. Он еле ходит, да, как бы, но там такая труба, как бы, он вышел с пианистом. Это был на ювелее Толи Могилевского из Самоосветов. Ну, конечно, потрясающий, естественно, артист, как бы. Дай бог ему здоровья, долгих лет, как бы. Майк, ну, как вы считаете, чем можно, так скажем, обеспечить себе стопроцентный пиар? Ну, здесь вот-вот, давайте мы разберем какую-нибудь ситуацию. Ну, я не знаю, там, прибить там что-нибудь, частичку себя на Красной площади, да? Ну, да, это как-то слишком, это уже было, во-первых. Ну, да. Вот, а вот чтобы такое эдакое вот привернуть? Стопроцентный успех, это, естественно, обнаженные девицы. Мне кажется, они уже приели. Ну, как, нет, ну, нет, ну, это по всему миру, ну, как бы, такой, типа, тренд, да? Нет, а вообще, на самом деле, вот я вот буквально несколько месяцев назад, хотя этот ролик уже довольно старый, увидел видеоконтент на ютубе, где, типа, читают рыбчину, но только люди в костюмах, там, Пушкина, Достоевского, там, и же с ними, да, там. И все это преподается под литературным соусом. Это, на самом деле, это круто, это не тупая банальщина какая-то, да, там, петь. Любовь-морковь, я тебя, там, ты меня, там, и же с ними, да, как бы. Довольно интеллектуально. И есть некоторый позыв, что читайте не только рыбчину, но просто читайте книжки. Не пяльтесь тупо в ящик и сидите как бараны бездумные, да. Все нужно делать, естественно, вкусно и с умом, потому что, если просто показать голых девиц, тех же самых, да, вот если так говорить действительно серьезно, да, ну, это половина успеха, как бы, ну, да, там, какие-то просмотры в любом случае будут, там, там, прыщавых подростков, которые будут смотреть на эти голые красивые телеса, там, да, и все знают, что будут делать, да. Но это к искусству, естественно, не имеет никакого отношения, поэтому нужно постоянно что-то изобретать, потому что время меняется, меняются вкусы, меняются тенденции, и то, что хиляло или котировалось 10 лет, там, даже 5 лет назад, как бы, сейчас не факт, что это будет так же. Поэтому нужно что-то изобретать, нужно удивлять. Самое главное, я бы хотел посоветовать, в том числе и нынешним конкурсантам, которые будут сегодня на этом замечательном конкурсе выступать, нужно всегда быть оригинальным. Хорошо спеть, хорошо исполнить какой-то номер, это недостаточно. Нужно изобретать какую-то свою фишку, чтобы это было ново. Может быть, да, злободневно, чтобы это было интересно здесь и сейчас. Потому что, естественно, как бы выступают где мы, здесь и сейчас, а не когда-то там, вчера, позавчера, там, или завтра, или послезавтра. Поэтому здесь нужно прекрасно понимать исполнителям, то, что нужно всегда придумывать какие-то, может быть, маленькие вставки, ну, помимо исполнения своих песен, там, каких-то, да, хороших, замечательных, иногда не очень, потому что все песни хитами быть не могут, и, соответственно, во всех пластинках есть некие, так называемые, проходные песни. Ну, и поэтому будьте оригинальными, не бойтесь смеяться над собой, как говорится, слушайте советов, советов тоже мне сказал, слушайте советы профессионалов, и будет вам сказка. Как говорится, как скучно жить без светлой сказки, копается в песне группы Круиз. Всем счастья, здоровья, приходите, кстати, на концерты группы Круиз, администратором которой я являюсь на данный момент. Всем рок-н-ролл и добра и света. Ну, что ж, я думаю, все уже усеялись, все заняли свои места. Да, у всех отличное настроение, судя по улыбкам жюри, я думаю, что настроение будет хорошее не только у них. Субтитры создавал DimaTorzok Добра и света.